Махарадж Все Махараджи очень разные, но их всех объединяет, как мы понимаем, почему они являются нашими духовными учителями, ведущими нас к Богу. Их преданность, их любовь к Кришне и верность, стабильность, постоянство всю жизнь в любых ситуациях, в любых условиях, они всегда преданы. Преданы и всегда продолжают преданное служение, всегда продолжают давать свою милость всем, всем людям, всем ученикам своим, всем преданным, всем людям, которые встречаются на их пути. Мы видим такой пример с Джапатаким Махараджем и Гопал Кишинга с вами, уже такой преклонный возраст, и у него достаточно были серьезные ситуации. Он был на грани жизни и смерти, в самолете, он летел в Америку проповедовать, и он до сих пор летает. До сих пор летает в таком состоянии, я только слышу от учеников, что сейчас Гуру Махарадж, ему сложно, опять сердце, опять это. И опять слышу, он полетел туда-то. И опять, то есть нет такого, что мы слышим, что вот Махарадж слег, и больше нет никаких действий с его стороны. Они проповедуют даже на больничной койке. Это их суть, суть состояния их души, вечное преданное служение. Мы наблюдаем. И вот с таким духовным учителем мы встретились в Санкт-Петербурге первый раз. Мы были еще очень-очень молодые, ничего не понимали, но мы так прониклись его общением. И то, что мы ожидали от него, мы были удивлены. С одной стороны, мы получали такое знание, очень фанатичное, прямолинейное, было только Санкиртона. И такая проповедь, что мужья должны покинуть своих жен и идти проповедовать все. И все было, являлось все Майей, дети Майя, работа Майя, учеба Майя. Все бросали работу, все бросали учебу, что женщина это тоже Майя. Все вот это вот такое настроение у нас прививалось. Очень, кстати говоря, планомерно, регулярно и крепко. И вот приезжает нам Гопалка Шенгасаевна. И мы трепетно ждем такого духовного учителя, который именно такой. Ну да, он такой. Но его отношение к нам поразило нас и развило, уже тогда стало развивать стереотипы восприятия. Что сознание Кришны, оно не совсем так, как мы думаем. Мы тогда собрались, нас не так много было преданных, но было достаточно, чтобы забиться полностью в двухкомнатную маленькую квартиру нашего президента Васудамы. И Гопалка Шенгасаевна расположился в одной маленькой комнатке, а мы все забились, причем, да, все полностью забились по всем углам, по всем, не знаю, свободным местам. Я, помню, с ребенком стояла на табуретке, Сараджи на одной руке держала ее, и на одной, потому что на этой табуретке распугался еще кто-то. И я делила эту табуретку с кем-то, с ребенком на руках. И сейчас даже мне трудно поверить, что все это было именно так, смогла бы ли я сейчас все это выдержать, но тогда такой был дух. И Гопалка Шенгасаевна приковала наше внимание полностью. Вы не поверите, но с 11 утра до 11 вечера мы находились все в этой квартире. И я с ребенком на руках. И Гопалка Шенгасаевна выдержал все это, и духоту, и стесненность, и наши глупые вопросы какие-то, очень смешные. Но самое, что было интересное и удивительное, что я запомнила, кроме того, что это было все наполнено сознанием Кришны, вот это вот его отношение к нам. В какой-то момент он сказал, попросил нас всех, говорит, а теперь я хочу пообщаться с женщинами. И все так удивились, как-то все это такое, все чуть поняли. Ну ладно, мы как-то так прибодрились. И он говорит, вот сюда проходите, и в этой маленькой комнате, где он находился, мы туда все сбились. Я где-то недалеко от него сидела, и так смотрела, оценивающе все это время. И он так с нами очень, как я скажу, он такой и сейчас. Он такой очень легкий, такой улыбчивый, и как бы он всегда находится над ситуацией, которая бы ни находилась. Он всегда одинаковый, всегда ровный, умиротворенный, уверенный, легкий и улыбчивый. Да, правильно? Вот он такой всегда. И вот тогда мы его таким увидели, и мы расселись вокруг него, и его отношение, оно так сильно притягивало к нему. И он нам это давал. И он с нами так шутил, разговаривал, смотрел, а потом стал раскидывать нам шарики. Брал шарик и смотрел на нас, как будто выбирая преданность нашу к себе. И бросал. И помню, однажды он ко мне повернулся и хотел бросить мне шарик, а я такая была, очень, ну, так все это наблюдала. И он так понял, в мое настроение не бросил шарик. И я тогда оценила, думаю, значит, что-то во мне не то. Вот это был такой первый урок интересный взаимоотношений с духовным учителем, что они все видят, насквозь видят все. И он с нами очень хорошо общался. Так по-доброму, так просто, так естественно. И в конце, когда мы расходились, это был еще один для нас такое откровение. Одно, там была у нас такая горо-прия преданная, санкиртанщица, удивительная санкиртанщица. Надо сказать, что у Гопалкашинга с вами самые сильные санкиртанщики, самые сильные и удивительные. Я не знаю, как это у него так получается, потому что вообще-то он про санкиртанщица так прямо не говорит никогда, да, Дэва? Вот так, что давайте, распространяйте. Он такого не делает. Или я ошибаюсь? А так нет, да. Он простой, ровный, всегда одинаковый, но это так вдохновляет преданных его учеников распространять книги. И вот эта вот горо-прия была у нас преданная. Она удивительно распространяла книги. И, значит, мы уступаем ему дорогу, чтобы пройти, выйти уже в коридор, на леченную площадку. И впереди стояла горо-прия. И что сделал Гопалкашинга с вами? Он сделал такой жест, благородный, так вот сделал. Горо-прия, проходите. И мы там, это было, добило нас всех окончательно, что он тогда еще проповедовал Мамутхакур. Такого никто не видывал. Потому что Мамутхакур приходил в любую квартиру, все разбегались. Если бы он видел кошку, то он открывал форточку, выбрасывал его в окно. Зима это или дождь, неважно. И все. И там воцарялась эта атмосфера, такая жесткая проповедь, чистая, так сказать, проповедь. И тут Гопалкашинга с вами с этим жестом горо-прия. И она, ну понятно, что она после этого приняла его своим духовным учителем, всем сердцем. И стала распространять все свое время, все постоянное время в книге. Сильно и интересный такой был момент в ее жизни, когда она, у нее был достаточно критичный ум, она из этого страдала. И что-то было не так, она все критиковала, критиковала, все, что-то ей было не так, не нравилось. Но санкиртаньщица была потрясающая. И в какой-то момент, я так понимаю, когда мы уходим из сознания Кришны, из-за критики. То есть мы даже не уходим. Нас Кришна подталкивает. Или иногда выталкивает. И нам кажется, что мы ушли. Но нас просто форматно вытолкнуло. из этого общества. И с ней стала происходить та же самая история. У нее накопился этот, как сказать, груз критики достаточный. Но она настолько любила Гопал Кришнка с вами, настолько вот это вот духовный учитель, который остается духовным учителем всегда. И она просто пошла к нему и стала говорить о том, что она больше не может здесь. Ну, стала какие-то причины приводить. Он улыбался, смотрел на нее. И она сказала, я хочу уйти в христианство. Он ее благословил. Иди в христианство. Также с улыбкой легко. Не держал, не говорил ничего. Он ее отпустил. И надо сказать, знаете, она была лучшая в том монастыре христианском. Она была лучшая. У нее философия была, у нее была проповедь, у нее было распространение также. Но она всегда помнила Гопал Кришнка с вами. Всегда. Это была первая встреча с Гопал Кришнка с вами, удивительная. Потом была встреча с Гопал Кришнкой с вами в Екатеринбурге. Чеданчарна тогда поехала. Это были одни из первых его затяжных проповеднических периодов. Он там пробыл где-то месяц. Это тоже был где-то 89-й год вскоре. И он вернулся и говорит, там такие люди приходят в сознание Кришны, такие бизнесмены, такие бандиты. Говорит, они приходят в сознание Кришны. И говорит, ну просто ничего не сделаешь с этим. И что делать с ними, и как с ними общаться. Никто не знал преды, они все были растеряны. И я когда приехала в Екатеринбург, и чеданчарна мне говорит, вот завтра приезжает Гопал Кришнка с вами, и все эти люди вот такие придут на лекцию. И я как всегда сижу так немножко сзади, и вижу впереди сидят маленькие головы, такие большие шеи, вот такие, и их много. И они лысые. И это так страшно. И внимательно они сидят, как дети. И Гопал Кришнка с вами, как ребенок, сидит на весах с вами и рассказывает, что это легко, просто, смеется иногда. И вот конец лекции, и все вот эти вот тузы идут на сцену. А я тогда в это время стояла за шторой, за занавесом, и все это видела очень близко. И вот они подходят, каждый говорит, хочу быть вашим учеником. Гопал Кришнка с вами. Да, конечно, пожалуйста, куришь? Он так глаза опускает. И не врет. Врать боится. Я говорю, горю. Он говорит, доставай. И они достают из кармана значки. Дорогущие такие коробочки. Я еще смотрела, я их в жизни никогда не видела. Дорогие. Еще в те советские времена, вообще нам все это... Не видали, такая была. И Гопал Кришнка с вами. Просит кого-то поднести урну. Урну вставит. Он говорит, бросай. И клянись. Или просто... Даже не клянись. Просто не будешь никогда курить. Да? Да. Бросай. И так все один за одним, один за одним. И все. И вот никакой проповедения, какой-то убежденности, какое-то особое отношение к ним. И вот все как дети становились перед ним. Это удивительно. Я помню, там же в Екатеринбурге тоже была такая интересная сценка, значит, он дает пробовать, говорит, рассказывает все. Гопал Кришнка с вами. И в конце лекции люди задают вопросы. И на сцену поднимается журналистка такая, знаете, с микрофончиком. И садится на Висасу, она с ним и так делает. Ну, типа поместится, чтобы она его подвигает. И Гопал Кришнка с вами улыбается, просто улыбается, подвигается, смотрит на нее. И принимает ее, ну, он понимает все. И она задает ему вопросы серьезные, все отвечает, все смеются в зале. А Гопал Кришнка такой невозмутимый, легкий, такой улыбчивый, отвечает на вопросы. Она ушла. Он с достоинством, всегда выше нас всех. То есть, как это говорится, птицы не сталкиваются на одном уровне. И Гопал Кришнка с вами. Он высоко над нами, он никогда с вами не сталкивается. Даже когда его старший ученик отбирал храм в Дели, не буду называть его имя, там серьезная была борьба, и он серьезно отнимал этот храм, и было серьезное у него нападение на своего гуру. И гуру очень спокойно к нему относился. И мне кто-то рассказывал из очевидцев, что в один из таких эпизодов встречи с Гопал Кришнка с вами, как вел себя ученик, как вел себя Гопал Кришнка с вами. Он улыбался, слушал его. Потом после его речи, такой бурной, знаете, такой вот, что все там, теперь мы должны управлять, он его похлопал по плечу, улыбнулся и пошел дальше. И все. Ну, понятно, что храм никто не забрал. Но сама реакция Гопал Кришнка с вами, вот она удивительная, была всегда такая. Что еще вспомнить? Ну, да, наставления были, боговатхармы были всегда очень короткие Гопал Кришнка с вами. Читания Чандра, когда он видел, он всегда говорил по-русски, как дела, Читания Чандра, «Давно ли ты во Вриндаване?» Читания Чандра говорил, ну, там, три дня и аут, в Советский Союз проповедовать. И все. Поправо сейчас и уходил. Вы знаете, вот эти вот два-три слова его, они действуют на всю жизнь. Вот такой силой, таким влиянием обладает Гопал Кришнка с вами. Удивительная личность, непостижимая. Что еще хотела рассказать по поводу его, вот как он развивал все наши стереотипы, понимания, несмотря на то, что он являлся, ну, как бы, олицетворением этого, этой чистоты, этого духа, сознания Кришны, другим, он мог строго относиться к брахмачарям, к своим, понятным, ученикам, но ко всем остальным он был достаточно спокоен. Я бы не сказала, что добр там и так далее, очень спокоен был. Он никогда не вмешивался в личную жизнь никого, никого никогда не женил ни на ком, не было такого, по-моему, не вмешивался во все. но он оставался на этом трансцендентном уровне, но был, знаете, вот каким-то самым человеком, ну, если бы, если бы я выбирала бы какого-то президента страны или мира, конечно, я выбрал бы такого человека, который уравновешен, спокоен, разумен, ни на кого не давит, но любое его слово имеет значение. Ну, вот такие вот у нас духовные учителя тех времен, сейчас они уже в таком возрасте преклонном, и на них держится на самом деле очень много, невероятно много. Все конфликты они решают очень быстро, молниеносно. Бахтичару с вами ушел он, такой же был. Когда были проблемы Майгурья в Индии между англоязычными и индусами, там была прям, военная атмосфера, они разрешили это очень быстро, именно они разрешили, никто не мог это сделать. Габалкашинька с вами, Махараш, который жил в Индии, Бахтичару с вами, они просто это развели руками, быстро, легко, без оскорблений. Габалкашинька с вами, бесчисленное количество храмов, сколько у него в Дели уже храмов? Очень много. В одном Дели очень много храмов. И когда у нас строился один храм в одном месте, там уже был старый храм, это в России, был уже до этого старый храм, старые преданные, там Киртана, все как положено, Харинамы, но время же идет, проповедь развивается и привлекаются разные люди, разных словек. И привлекся один очень важный человек из социума, очень важный, большими деньгами. Он принял духовного учителя, его жена тоже приняла духовного учителя, видимо, деньги были, и они стали строить храм. Они построили храм. Храм, слов нет, что это такое, что они могут сделать. Люди, которые имеют опыт, знания, власть в миру, деньги, еще плюс преданные, они сделали хороший, настоящий храм. И проблема, как в сексе. Один храм должен остаться, только один храм, и началась война. Все, вы не должны быть, это все неправильно, все, умрите, но не будьте, все. и только Гопалкишенко с вами развел это все одним жестом. Просто позвонил, сказал, короткий диалог, пусть будет второй храм. В Дели много храмов, почему здесь не может быть два храма в таком большом городе. Этот храм существует, сейчас развивается прекрасно, сейчас все довольны. и много таких ситуаций, очень много, которые Гопалкишенко с вами просто несколькими словами, с улыбкой разводил, легко, просто примерял людей, показывал, как правильно. И против него, понятно, никто не мог опровергнуть его мнение. Вот такие люди у нас сейчас есть, высшедуховные. Дай Бог, чтобы они жили долго. Нам еще нужно их наставление, нужно их пример. Их помощь нужна, как духовная, так и в материальной жизни. Вот такой Гопалкишенко с вами. Рекрешна, вся слава ему.